Мне часто вспоминается поучительный случай. Поединок с вражеским снайпером. Стояла солнечная морозная погода, было безветренно, в лесу стояла обманчивая тишина. Вдруг где-то сбоку блеснул свет. Я резко повернул голову и увидел в 300 метрах от себя замаскированного вражеского снайпера. Моментально пригнул голову, надо мной просвистела пуля. Случайность спасла меня от гибели. Блеснувшие стекла бинокля выдали фашистского снайпера. Не успел я еще сообразить как следует, что к чему, как вновь грянул выстрел. Из деревьев посыпался снег. Пуля пробила тонкое деревце и жужжа пронеслась вглубь леса. Положение становилось серьезным. Поднять голову было совершенно невозможно. Фашистский снайпер теперь только и ждет моего какого-нибудь опрометчивого шага, чтобы взять меня на мушку. Немного правее от меня стояла громадная ель с толстым стволом. Ветви ее от снега настолько отяжелели, что касались земли. Эх, вот бы за эту ель, подумал я. Было бы надежно. Но как попасть туда? Вскочить и прыжками преодолеть расстояние в 30 метров? Чепуха. Враг подстрелит, как куропатку. Попробовать проползти под толстым слоем снега? Это был единственный выход. Я тотчас же стал отгребать снег перед собой и ползти. На мое счастье, снег был глубокий. И я, хотя и медленно, но верно продвигался вперед. Теперь мое положение было еще более опасным. Если вражеский снайпер догадается о моей хитрости, он может принять контрмеры. Сменить свою позицию и поймать меня на какой-нибудь оплошности. Прежде чем я бы обнаружил его исчезновение с прежнего места. Наконец я дополз до ели и лег за ее толстым стволом. Было часов около десяти. Мороз скрипчал. Даже в полушубке лежать неподвижно было очень холодно. Опять раздался выстрел, и я почувствовал удар по левой ноге. Отдернув ногу и пошевелив пальцами, я убедился, что не ранен, а взглянув на сапог, увидел оторванный каблук. Затем последовало еще два выстрела, и я услышал, как пули глухо ударили в дерево. И хоть лежать за толстым стволом дерева было безопасно, но нервное напряжение не покидало меня некоторое время. Холод давал себя знать все больше и больше. Предварительно сняв предохранительные колпачки с дула и с оптического прицела, я осторожно положил винтовку на одну из ветвей. Все же вражеский снайпер заметил это движение и выстрелил еще раз. Пуля прочертила дорожку по снежным хлопьям на ветке. В это время я сообразил, что имею одно существенное преимущество перед своим противником. Вражеский снайпер стрелял против солнца. Я не отвечал на его выстрелы. Что стрелять попусту? Прошло часа полтора, враг явно начинал нервничать и стрелял чаще и чаще. Тем самым он дал мне возможность точно установить его местонахождение. Видно, крепчавший мороз принимал вражеского снайпера больше, чем меня, а это было мне на руку. Я понял, что он долго так не выдержит и попробует что-либо предпринять. Видно, мое упорное молчание бесило врага. Прошло еще часа два-три, но в нашем положении мало что изменилось. Разве только солнце стояло несколько ниже, да сгустились тени. Скоро, пожалуй, будет уже темнеть. И вдруг я увидел, как из-за укрытия, за которым прятался фашистский снайпер, показалась часть его ноги. Я быстро прицелился и выстрелил. Снег с ветвей посыпался на меня. Нога вражеского снайпера дернулась, и из-за укрытия на какое-то мгновение показалась его спина. Этого было вполне достаточно, чтобы окончить наш поединок. До меня донеслись стоны врага, а затем все стихло. Когда окончательно стемнело, я покинул свою позицию. Продолжение следует...